Третий год подряд православная гимназия преподобного Ильи Муромцы раскрыла свои двери для юных чтецов. Муниципальный конкурс «Рождественские звезды» в этот раз решено было провести в два этапа. Накануне в гимназии выступили малышеклассники, сегодня очередь чтецов из среднего и старшего звеньев школ. В этом году жюри отметила хорошую подготовку выступающих. После первого дня конкурса были такие звездочки, мы нашли такие звездочки, просто было радостно. Казалось бы, ничего особенного нет, но это вот светлота, такая души. Но я думаю, что стены гимназии располагают для этого, чтобы открыть такие таланты. Всего в течение двух дней на сцену гимназии поднимутся порядка 80 чтецов. Помимо индивидуальных выступлений в конкурсе присутствуют и номинации «Литературно-музыкальная композиция». Воспитанницы пансионата «Надежда» и помогающие им юноши показали целый спектакль на рождественскую тему. Мы участвуем на рождественском фестивале, будем показывать отрывок из нашей сценки Петра и Февронии. Вначале мы, как прологом является, стихотворение Бортнянского. Ученик 28-й школы Никита Суслов сегодня восьмой раз подряд сыграл боярина в спектакле «Неразлученные», повествующем о жизни Петра и Февронии. Мы очень долго к этому готовились, очень долго репетировали, шили эти прекрасные костюмы девочки. Мы рвемся на сцену уже. Каждого выступающего благодарные зрители встречали и провожали аплодисментами. Духовная лирика не оставила равнодушным никого. Цель этого мероприятия у ребят все-таки, чтобы в душе у них загорелась искорка веры, все-таки, чтобы они стали хотя бы на один шажочек ближе к Богу, чтобы они поняли, что без веры в нашем мире не проживешь. Понимаете, мы должны что-то, во что-то свято верить. И я думаю, что у нас вот этот эксперимент не эксперимент получится. Они приведут, будут верить дети, они приведут родителей в храм. Мне очень хотелось еще сегодня поздравить всех с праздником наступающего, с праздником Крещения. Большинство прочитанных стихотворений были посвящены рождению Христа и рождественским звездам. Звезды в руках артистов, на костюмах, да и каждый выступающий был настоящей звездой, которая зажглась хоть и не перед Рождеством, а перед праздником Крещения. Ольга Килешина, Николай Молоденов, Мурмский меридиан.